Здравствуйте дорогие друзья и коллеги! Я Светлана Новикова, преподаватель студии причесок и обучения. Сегодня я хочу вам представить свой первый видео урок по созданию коктейльной прически с самыми подробными объяснениями. Итак, мы начинаем. Мы приступаем к нашей работе. Первое, что мы сделаем, это разделим наши волосы на рабочие зоны. В этой прическе у нас будет две рабочие зоны. Это зона челки и затылочная зона. Как мы выделяем зону челки? Зона челки у нас проходит от высшей точки брови до высшей точки головы. Таким образом, мы ставим расчесочку к высшей точке брови, проводим горизонтальную линию и убираем эти волосы под клеммочку, чтобы они нам не мешали. С этой зоной мы будем работать в самом конце. Так, теперь мы должны с вами завязать хвост в нижней затылочной зоне, из которого мы будем делать нашу прическу. Обязательно обратите внимание, как я буду это делать. Хвост мы должны завязать не выше двух пальцев от линии роста волос. В такой ситуации, в таком случае, прическа будет смотреться очень гармонично и очень элегантно. Это очень важно. Повторяю еще раз, два пальца от линии роста волос. Итак, сразу же устанавливаем нашу кисть руки на той зоне, где будет хвост. И рука уже никуда у нас не едет. Вот я зафиксировала свою руку, забрала все волосы в хвост и начинаю вчесывать их в свою ладонь. Рука у меня уже никуда не убегает, только открывается и закрывается. Когда я собрала все волосы в один хвост, теперь моя задача сделать чистоту. Не всегда у нас бывает, чтобы у нас идеальны были шелковые гладкие волосы. Рост волос у людей разный, поэтому мы должны очень сделать чисто, красиво, вчесать эти волосы в наших хвостях. Для того, чтобы нам сделать гладкую, идеальную зону, мы будем использовать блеск-спрей для волос. Обрабатываем зону блеском, для того, чтобы нам убрать подпушек, который может находиться на прикорневой части волос. Таким образом мы это все приклеиваем, проглаживаем. И теперь мы используем лак. Для того, чтобы нам сделать зону очень блестящей, мы будем использовать этот лак, как жидкий лак. Для этого мы будем обрабатывать зону головы очень близко, на близком расстоянии. Таким образом. После этого мы берем нашу расческу и обушком как бы приклеиваем. Продолжение следует... 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 У нас должна получиться такая жесткая лента. Она не должна разваливаться при выкручивании. То есть должна быть такая, как бумага, как картон тонкий. Снимаем. Снимаем клеммочку. Обрабатываем еще раз лачком. Проглаживаем пальчиками с двух сторон. Вычесываем конец. И фиксируем. Каким образом мы это делаем? Мы должны очень красиво положить эту ленту. Не просто в рулик скрутить баранчик или в букличку, а красиво. Для этого мы с вами кладем на палец левой руки. Поворачиваем. Как бы обворачивая палец. И фиксируем наш элемент. Шпилечкой изнутри. Большой шпилечкой. До конца я шпильки убирать не буду. Потому что я еще не знаю, как у меня получится силуэт формы. Может быть мне придется что-то переделать. Если я воткну глубоко, то потом мне будет вытащить сложно. Я могу все порушить. Поэтому изначально мы будем фиксировать вот так слегка. Чтобы мы могли ими воспользоваться. Все. Пока оставляем эту прядь. Следующая прядочка наша. Я ее пока вот так уберу. Это боковая прядочка. Почесываем у основания. Берем клеммочку. Вставляем. Расширяем. Держим легко. Сильно не натягиваем. И тупируем. Как бы связывая все-все-все волосы вместе. Тупируем опять же до середины пряди где-то. Концы свободны. Обрабатываем лаком. Обратите внимание. Обрабатываю. Псы-псы делаю. Сильно не лью. Еще раз повторяю. Чтобы показать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Я буду также красиво раскладывать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...